Всем привет! Сижу на улице, начинается небольшой дождик, так что по-быстрому запишу видео. Это очередное видео из рубрики «Техас против Флориды», и конкретно в этом видео немножко хочу рассказать вам о зарплатах и работах, конкретно в сфере IT, так как это сфера, в которой я работаю, и поэтому в этой сфере я все-таки знаю немножко побольше. Хорошо. Говорю о Центральной Флориде и о Даллас Метрополитен Эрии, то есть не о всем Техасе и не о всей Флориде, потому что во всей Флориде, во всем Техасе не жил, не знаю. Начну с того, что сразу скажу, что вот здесь в Далласе работы, в IT больше, чем в любом городе Центральной Флориды, и Орландо, и Тампобай-эрия. Хотя там растет количество IT-работ, но количество IT-работ растет и здесь, и все же здесь компаний, которые занимаются разработкой софтфора побольше. Зарплаты здесь тоже выше. Не намного, но выше. Я вот иногда мониторю рынок, конкретно вбиваю в поиск позиции QA, автоматизации и тестирования программного обеспечения, то есть ту работу, на которой я работаю, что я делаю, чтобы просто сравнить, посмотреть, как там, как здесь. И вот по запросу, по поиску Senior Software QA Automation Engineer, то есть позиции, на которой я работаю, здесь в неделю 5-10 новых позиций я нахожу. Во Флориде, ну, одну-две. То есть, ну, примерно в 5 раз здесь, конкретно по этой позиции, по моей, работы больше. Ну, я так предполагаю, что если конкретно автоматизации и тестирования здесь больше надо, ну, и, соответственно, значит, и разработки, и программного обеспечения тоже здесь делают больше, и надо больше специалиста в этой сфере. Зарплаты здесь выше, ненамного, но, ну, я думаю, процентов на 10-20 здесь зарплаты выше. Зависит, конечно, от позиции. Чем посерьезнее позиция, чем больше опыта требуется на конкретную позицию, то, в принципе, мне кажется, и разрыв зарплат будет выше. А если это, допустим, начальная позиция в QA, то есть в тестировании программного обеспечения, то во Флориде реально найти работу на 22-25, то есть это вообще там с годами или с двумя годами опыта работы. Можно на 20-25 долларов в час выйти без проблем. И, в принципе, здесь примерно тоже предлагают для начала. Ну, 22, может, это уже слишком низко, но 25 здесь можно, вот, допустим, после школы Михаила, после портного компьютерского, кто отучится, в принципе, можно найти работу на 25 долларов в час. Кто-то может и на 30 найти. Ну, и у меня знакомые на 30 и во Флориде находили сразу после школы. И здесь, в принципе, тоже можно поискать и найти. Если это перевести в зарплату годовую, то во Флориде 45-50-60 тысяч можно выйти на первую работу. В Центральной Флориде. Здесь также примерно 50-60 тысяч. То есть, ну, вот разница там, несколько тысяч в год есть, а здесь немножко больше, во Флориде немножко меньше. А насчет других позиций говорить не буду, потому что не знаю. Ну, то есть, их больше. Их по-любому больше, чем во Флориде. Насчет зарплат не уверен. То есть, я уверен, что они здесь выше, но насколько выше, я не уверен и примеры привести не могу. Ну, в принципе, я думаю, что 100 тысяч программисту среднего уровня можно найти здесь работу в Далласе. Во Флориде может там 80-90 тысяч, здесь 90-100. Пример. Ну, в принципе, на этом все. Не буду растягивать видео, так как больше мне нечего сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите больше видео сравнения Флориды и Техаса. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok